На подбородка довольно легко найти губы, да? Глазные впадинки. Потом все это будем преобразовывать. Хорошо? Да все маленькие дети, начало разворачивать лицо. Дети, когда им показываешь профиль, говорят, а где второй глазик? У тебя возникли ровно такие проблемы. То есть там ракурс, а ты его разворачиваешь, разворачивают все. Мало того, ты даже преувеличиваешь разворот. Хотя нос смотрит сюда, а не сюда. У тебя уже смотрит. Зная эту способность нашу детскую разворачивать лицо, бережешься от этого действия. Итак, розовый-желтый. В пользу розового, плюс берегица. В пользу розового. Еще раз перемелишь. И несколько увеличишь размер лица. Закрасно. Что? Потому что у меня был он поднят, и я его закрашиваю. Тебе невыгодно будет иметь мелкую головочку здесь. Вот композиционно голове хорошо бы здесь разместиться вот так. Так что зря ты фоном спасала. Вот такое примерно по размеру. Тогда будешь наносить темный каркас. Коричневый-розовый. В пользу розового. Не в пользу коричневого. Не чернявенькость, а краснявенькость. Задействуешь для темных версий. Срисовывать отсюда. Сравнивать размер этот и размер этот. Так. Значит, у деток, сразу сообщаю новость. У деток черты лица собраны в кучечку. Лобешничек большой, а черты лица собраны. Сейчас это женщина лет 60. Наоборот, лобочек сужается. Помнишь, мы говорили о красноте, да? Если здесь ты себе на это решилась, то там почему-то не решилась. С красниночкой. Коричневый с красниночкой. Чуть-чуть заузим. Чуть-чуть заузим. Не заузим, а занизим. Смотри, вот ты нарисовала вот эту часть. А там выразительно теневая подносом. Есть там такое? Губочки. А тень вдоль носа почти ничего не видно. Смотри, гораздо приятнее стало личико. Хотя я эту линию проигнорировал, а усилил в основном подносом. Но самая выступающая часть. И, соответственно, тень под ним обычно значительно темнее. Глазки рисуем вначале, как амбразурки. Как амбразурки. И тоже все с красниночкой. Все с красниночкой. Намечки. На бровочки. Ушечка. Видишь, я даже на палитру не хожу. Подбираю у волосиков. Темненькая шеечка, да? Смотри, шеечка прямо темненькая пятнышко. Наберешь темно. Потом будешь брать все светлее. И все желтее. Собственный цвет тела розовит. А свет на теле желтит. Свет сам по себе желтит. Поэтому свет будешь набирать с желтинкой. Соблюдая меру вещества. Вот эту меру ты сейчас на лобике оценишь. И постараешься держаться этой мерой. Все как будет все светлое, даже здесь будет защитно. Да. Вот она. Вот она. Смотри, убираю линию, кладу, разбиваю. Становится призрачная. И эти линии становятся не жесткими. А с жесткой сохраняется тень под носом. Как она там и есть. Прикольно так? Значит, меру ощутить и продолжить набор. Здесь дано брать все вместе. Были действия какие-то, да? Ладно. Смотри, что светлее, шея или подбородок? Подбородок. Очевидно, да? Да. У тебя? Шея. Очевидно. Значит, сразу создаем ясные взаимоотношения темных и светлых пятен. Хорошо? Хорошо? Сразу подбородок вышел из этого пространства, правда? То есть, цвет тень создает форму. Направление, да, под цилиндру вечера. Бусинка глазика одного, бусинка глазика другого. Триж можно вымакивая, подвигать. Ну, да? Еще прежде, чем мы положим вещество краски. То есть, зная, что мы не точны, мы можем предостеречься. Вот. Потому что, как только густота краски ложится, начинаются проблемы. Трудное моделирование. А так, никаких пока проблем не может возникнуть. Деликатненько. Вот эти ноздрички. Потолкало красочку, потолкало. Появились намеки на ноздрички. Красниночку ухватило. Щель между губочками чуть-чуть наметила. И все, ты видишь, все продолжает еще быть мутненьким. Некоторые проявления рисунка тоже можно дать вот таким образом. Еще прежде, чем мы вложим густоту. Это она прикусила губочки, да? Но мы так же и сделаем, да? Да. Можно приятность цвета губ чуть-чуть подбросить. Чуть-чуть поприятнее. Чуть-чуть поприятнее. А щель оставить темно. Похожим образом с ушечком расправиться. Хорошо? Еще один интересный момент. Это фоновое пятно в касаниях к телу. Голова сразу вышла из фона. Фон, правда? Но вот эту светлость нагнетаем не везде. Смотри, то вот здесь, то вот здесь. То, допустим, вот здесь. То есть мигательно. То напряженная линия касания к фону, то мягкая рассеянная. Это прикольно, когда она мигает. Она сразу, головочка становится в пространстве. Вот это внизу пятно. Возьмешь тряпочку. Возьмешь белиться. И понагнетаешь. Ну, белила выдавишь. Все говорится. Понагнетаешь белил. Мера краски небольшая. Причем так, немножко штриховательно, чтобы было видно, что художник как бы торопился. И оставил. Я думаю, ты такое не раз встречал. А потом к этому. Вот эти заказчики. Вот эти вот козюречки. Вот эти. Вот эти. Вот эти. И тоже наброского. Наброского, наброского. Нашвыряешь пальчиком. Вот эту историю. Розочки поставишь. Вот такое что. Вот такое. Прикольно так? Да. О, ладно. И вот оно такое набросковое и должно остаться. Давай так. Так, иди сюда. Так, иди сюда. Прикольное такое мимбообразное состояние, да? И некоторое вырезанное. Пушечка не решилась, да? Пока еще. Значит, собранность лица в кучечку. Пока у нас еще недовыражена. Значит, здесь пошире. Ушечки любят вот такой аленький цвет. Ушечки любят. И еще повысветляем. Помнишь уже, да, вот эту историю? Сверху переносим. 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 Прикольно. Сверху переносим. 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 Причем свет здесь не равен свету здесь. Нет, нет, темнее, потому что это внутри глазной впадины. Вот эти вещи, но свет с желтиной чуть-чуть наращивай, чтобы не только седина белил, но и желтота желтил, потому что свет желтил. Давай, 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 давай. это дочка да ну я бы на твоем месте пожаловал бы с ней еще раз для того чтобы мы максимально приблизили к портретному сходству и к упакованности письма как ты к этому относишься или этим обойдешься но я готова обойтись наиболее сподручно решает вопросы множество волос это прикольно азарь такие пушисточки она причем новичок когда ему предстоит подобная задача обычно берет тонкую кисть и начинает червяков рисовать а здесь нужна большая кисть и не червяки а червяками все равно ничего не получится даже если полужизна рисовать один червяк не соответствует другому ты посмотри какие волоненькие похожи мне кажется вот эти вот тоже штучки расскажут о возрасте что я наиболее я думаю что это я это 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай чуть-чуть еще пока пошлись